жирненькая, толстенькая, сладенькая молочки взяла буду ехать, знаете, как от базилии доброго дня, друзья, зрители нашего канала по щучьему велению сегодня я отправляюсь на рыбалку за живцом у нас через два дня ожидается минус 11 в ночь сейчас оттепель оттепель довольно-таки устойчивая целую неделю у нас была надо успевать поеду я сегодня рыбачить не на мормышку, не на поплавок а поеду на малевник это специально разрешенная снасть диаметр 80 на 80 шаг ячеи менее 1 сантиметра то есть это специальная ловчая снасть для маленькой рыбки чтобы потом поймать большую держите за меня кулачки и отправляемся в путь так, нас ожидает вот такая вот дорога после оттепели немножечко хрустит приморозилась надо будет ехать очень аккуратно заводим машину пусть она прогревается раз, два, три машинка заводись так, ну и со мной поедет два ведерка вот таких вот буду сразу же сортировать жирца и в них удобно водичку набирать вот такая емкость попить себе взяла компотика самое главное у нас поедет вот смотрите автономный аэратор очень рекомендуем покупали на алиэкспрессе вальдемар пробил дырочку в крышке вот и теперь рыбка даже во время транспортировки не будет испытывать кислородного голода вот малюнники у меня их два штучки вот это разрешенная снасть вот маленькую рыбку чтобы добывать же вса вот возьмем ровно столько сколько надо ну естественно вот волокушка вот ну айда грузиться вот и снег пошел неожиданно это кстати очень плохой знак может перестать ловиться беленькая будет идти ерш хорошо который нам не нужен вот снег это не совсем хорошо ну трасса видно что обрабатывается поэтому не спеша мы поехали в тайгу за живцом точнее я и моя машина и мои всех охряжки ну что я прибыла разгружаемся готовимся вроде как даже засветло видите снег идет сейчас одену непромокаемые штанишки вот они тут уже видали вида много много видали вида вот ну что пошли тут между прочим кстати прикормленная мной лиса в тот раз я приехала ночью вот и лисичка ходила за мной я вообще очень сильно напугалась плохо было видно я даже снять ее не смогла вот она все время ходила за мной следом а я ей давала ерша который мне не нужно было в общем я рыбачила три часа она вот такая круглая-прикруглая стала вот ну в общем надеюсь может быть она сегодня к вечеру опять придет так что пожелаем всем ни хвоста ни чешуи особенно мне держим вот такие кулачки вот ну пошли рыбачить так друзья идем набирать воду маленько по хозяйству надо откручиваю крышечку здесь аэратор повторюсь вот сейчас будем потихоньку ловить я его потом подключу вот и будем рыбку беречь и сохранять так беру ведерко воды кстати прибыло слава богу слава богу прибыло так что рыбка будет заходить вот ну и засветло прямо видно как она гуляет небольшой обрывчик поэтому вот так приходится набирать не совсем удобно вода бежит немножко мутная но понятно что прибавляется течение я вот нырочки чуть-чуть поймала вот поднимаем малевник что по улову вот нырочка так вот нырочка очень хорошо будет на на окушка на мелкую щучку вот вторая так и третья нырочка вот она так все остальное так даже между прочим маленький окушок попался вот и основной конечно улов вот целое жменья меленького ерша ой тут вот еще одна нырочка вот мы его конечно тоже отпускаем сейчас время ершовое так что видно в начале лета они вылупились вот самая вкусная еда лакомство для налима вот так что ну что процесс пошел сейчас зайдем до хорошего я тут место одно знаю где хороший муток там наверное будет покрупнее пойдем айда сантиметров пятьдесят ну вот смотрите как бы рыбка есть вот ну один ёршик вот один ёрш то есть буквально одна нырка здесь у нас будет получаться сейчас давайте ее тут найдем я ее вижу тут где-то 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 в этом царстве вот она нырочка вот все остальное мы отпускаем что друзья идем дальше там будет та рыбка которая нам нужна вот там очень миленькая тут такие буреломы буераки я наверное отключусь пока дойду до места потому что там надо через большое бревно переходить вот к сожалению буду сейчас запыхавшись вот но зато очень румяной румяной рыбачкой ну мне кажется процесс начался слава тебе господи вот надо успевать маленько до темноты ну что друзья ой как тут добралась вся взмокшая хоть тут и минус два наверное вся мокрая в общем здесь пока запустим два и посмотрим что получится дальше потому что темнеет стремительно хотя бы штук 40-50 наловить вот это мой старый малевник тут не работает пружинка у меня уже в лунку его нельзя запускать ой хорошо что я в очках сейчас бы получила по лбу вот в общем рыбачусь у нее без прикормки тут вот место это самое для прикормки ну в общем пока она есть идет идет и так я даже в принципе не использую палку и так вот забросил как бы можно без палки пока рыбачить пойдемте второй будем запускать малевник тоже сейчас разберу умаялась намочила ой ребят умаялась намочила сапоги расстроилась ну ладно долго не буду так что не замерзнут поднимаем ну что здесь вроде как получше не знаю видно не видно отлично вот такая живцовая рыбка вот видно ее даже кто-то знаете что она сетей вышла видите как порвано вот здесь вот конечно вот ну и конечно нырочки так что тут поглубже буду дальше рыбачить также сейчас набираю водичку почти падаешь ой на коленках так что не наползаю все чувствую чтобы в камеру было видно раз два три ой нырочка отлично так ну вот ёрш что делаем отпускаем пускай плывет опускаем этот и под нее сейчас сорочу ребят я такая уставшая такая вся мокрая и сверху и потеешь очень сильно вот несу еще один малевник вот он тут так тут уже почти добрались до места я уже возьму волокушу не буду тащить крайне тяжело вот возьму ведерки и буду уже ведерками тут рыбачить дальше ходить вот но здесь не видно чтобы рыбка гуляла то есть вот там где я приехала там конечно да прям было прям было хорошо так пойдем затем малевника вон видите там волокушка в общем места тут довольно таки сложные вот так я 3-4 часа побегаю взад вперед ребят не поверите я еле хожу на следующий день мне кажется что я вагоны разгружаю не захочешь ни этой рыбалки нормальной ничего так ну вот отсюда наверное будет ничего видно как я достаю чтобы все перенести пойдем кружить очень много ерша очень много так раз два три четыре четыре нырочки четыре все остальное отправляем обратно в реку ну давайте смотрим 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 вот надо нам хотя бы полсотни может быть штук 70 наловить нам хватит так все сжали кулачки у меня сейчас очень ответственное место я захожу на бревна все очень скользкое вот и стараемся забросить все я забросила вроде все успешно не знаю видно вот эти все акробатические движения что я совершаю но короче рыбалка дело такое приходится снимать очки все ребят запотела буду как кратеныш тут бегать куда деваться в общем ребят я в очках уже ничего не вижу большие испарения изо рта парю парю вот в общем я спрятала очки на березу вот здесь вот пожалуйста не забудьте мне сказать когда я буду возвращаться что мои очки на березе потому что я потом не смогу везти машину ой все равно рыбалка это кусочек хорошего отдыха позитива это не только работа это еще знаете прикол прикол так так ну что штучек семь восемь нырочек поймалась выбираю очки и надо возвращаться обратно там от рыбки может она ближе к вечеру дойдет сюда надо бы покрупнее потому что это совсем мелочь вот совсем мелочь так все очки взяла буду ехать знаете как от базили у тебя как они там пенсене вот ну так ну рыбка есть помаленьку даже под ней что-то попадается я за ведеркой за камерой вот может но так-то прямо вот в реке она бегает бегает но в малевник не хочет идти ершава один ёрш вот в этом году хорошо расплодился вот налима у нас нету маленький ну мы уже наверно года два или три не ездим за налимом что-то так охотно налима вот ну пока что то есть то есть так ну вот смотрите сейчас я вам покажу в двух ведерках улов в принципе считают уже неплохой уже можно с ним ехать давайте заценим труды смотрим вот две отличных сорожки у нас эту белую рыбку называют сорогой вот на такую вообще отлично позарится щука шесть семь сантиметров жирненькая толстенькая иди сюда типа попробую поймать вот жирненькая толстенькая сладенькая не колючая рыбки очень нравятся щуки вот это вот можно как на окуня использовать маленькую но если у нас допустим заканчивается самый вкусный самый привлекательный живец мы тогда используем ловлю пучком то есть на тройник надеваем две-три маленьких рыбки щука с удовольствием смотрит потому что это очень необычно вот тут вот прям совсем мелкая видите вот воду черпанула она немножко такая елистая вот тут вот более прозрачная ну дела идут контора пишет я вот там тоже забросила в малевнику он видите как она ходит она и тут то вот где того бегает в общем либо я ее пугаю мне кажется сейчас надо и в амутах в амутах один ёрш где-нибудь надо поменьше вон она ходуном ходит прямо вот видно я иду пугаю да давненько тут не было такого вот тут вот я сейчас поставила на течение вот прям видно не сильно глубоко пойдем туда в ту сторону сейчас вот вон вон она бежит дно деревянное у нас конечно прям здорово деревянный какой ну что давайте тут может попробуем на течение поставить кто тут пробежит хотя она вряд ли тоже вроде есть река большая куда за закинуть прям вот так вот хожу и думаю куда кинуть куда кинуть тут он хмузняк один одни бревна ну когда-то эта река наверно была очень глубоководной вот поэтому откуда-то принеслись вот эти вот бревна так желающий посмотреть на лицо страдальца вот можете посмотреть как я тут хожу работа тяжелая но веселая так не знаю как кому но мне нравится главное не рыбалка главными мы и так как я говорю мой девиз жизненная крыда рыбака вот так ну чё я куда-то пришла тут мне кажется что-то что-то ходит тут я запускаю и потом покажу результат немножко надо будет подождать там совсем чуточку а мы можем сходить обратно посмотреть что с тем малевником его тоже надо перетаскивать сейчас тут три минуты побуду уже устала отдышаться хоть чуть-чуть тишина вообще не дуновение ветерка вообще просто не дуновение ветерка ну чё пробуем меня уже терпения не хватает так вот ребят мне тут удалось маленько поймать вот такая замечательный это елец моктик у нас еще называют вообще прям супер на большую щуку хотя знаете сейчас щука голодная вот это похоже на сорожку хотя не тут все тоже елец между прочим длинный да это елец длинная такая вот вот вообще отличнейший же же вес длинный ладошку сама тот размер ну вот этот уже поменьше но тоже пойдет вот таких вот еще три штучки вот сорожка правильно кругленькая да так ну вот тут всяко разный размер ну тут вот меленькая пооставалась ну тоже пойдет это окуневая окуневая радость клопы 5 эти рыбные клопы вот но очень так вот мне тут удалось минут 20 чего-то надергать конечно да на поплавок принципе было бы на то же самое вот уже надо надежно я поздно выехала поэтому только так то есть даже если я бы к примеру не наловила вот сейчас в такие сумерки то ночью все равно можно на подъемник что-то что-то наловить а так как эти расстояние большое от города поэтому рисковать нельзя ладно поднимаю надо видеть у меня малевник вот подниму посмотрю ну и уже отчет потом будет пришлось мне вернуться позвонили мне товарищи берут нас на хорошую рыбалку я тут нашла колондайк живца сейчас вам покажу темень вообще не видно ничего вообще просто я тут одна о кошмар кошмар очи так сейчас я поднимаю подъемник сейчас посмотрим чё чё получится побег шоушенка побежали побежали кажется ребята я клондайк нашла рыбки плохо очень видно съемка видите вот и беленькая такая вроде более-менее ничего сейчас ершар пущу надо блин еще доловить вот это подняла клондайк ерша а тут бегала с другой другим подъемником он набилась даже окунь прям пожарить можно этого окуня о какой большой ничего себе хорошие времена я его отпущу конечно хорошенький ведь кое кушок попался жирненький я тебя отпущу будешь плавать дальше кушать ну сто ты смотришь на меня глаза выпучил чё смотришь сейчас пойдешь плавать пойдем вытрясать это все сокровище мая наловила что вы тут поймали так сейчас я выключаю кстати вот этого аэратора на 8 часов хватает между прочим одной зарядки главное его воду не уронить вот у нас вот такой на большую счет потому что они под аэратором ехали с кислородиком приятно приятно ребят 6 часов труды 6 часов просто вот вообще просто не поверите 6 часов анечка молодец как я счастлив что у меня живцы теперь будет все пошел собирать свои жерлицы